Всем привет! Как меня Настя уже любезно представила, меня зовут Иван. Я работаю в Московском физтехе на позиции ведущего программиста лаборатории бизнес-решения на основе искусственного интеллекта. Также я занимаюсь исследованием в компании Data Monsters на позиции сооружения архитекта для проектов, связанных с компьютерной лингвистикой и анализом текста, в общем сферы NLP. И немного преподаю у нас в НГУ тоже вещи, связанные с машинным обучением. Я очень люблю машинное обучение и занимаюсь им везде, где только можно, во всех этих местах. И сфера моих интересов связана не только и не столько с машинным обучением в целом, как с одной его очень интересной специальной прикладной областью. Это компьютер лингвистика и анализ текстов, NLP-проекты. В частности, мы занимаемся open-source исследованиями, также в рамках моей деятельности в Data Monsters мы разрабатываем NLP-системы для заказчиков. И одними из основных наших клиентов являются фирмы, у которых есть колл-центр или какая-то команда техподдержки, которая общается с клиентами. Вот здесь, на этом слайде, вы видите такую чудесную картину, как жизнерадостные сотрудники службы поддержки так бодро отвечают на все вопросы, у них хорошее настроение, все круто. Действительно, в некоторых ситуациях, когда, например, у нас есть фирма по доставке еды или какая-то банк, количество наших клиентов может исчисляться тысячами, ну максимум десятками тысяч. И мы можем взять, нанять людей в колл-центр, и этот колл-центр будет отвечать на вопросы клиентов, на звонки, отвечать через мессенджеры в писанном виде. Но есть сферы, в которых организовать такой колл-центр очень сложно. Например, сфера Consumer Electronics. Фирмы, которые занимаются разработкой и продажей бытовой электроники, всякие условно назовем там Philips и прочие Samsung, у них клиенты, это не 10 тысяч человек, и не тысяча, а десятки миллионов по всему миру. Они покупают смартфоны, они покупают холодильники, они покупают микроволновки. И дальше начинается проблема. Люди купили, допустим, смартфон, и им он чем-то не нравится. Они пишут отзыв в соцсети или на каком-то форуме, либо они еще не купили, а только хотят купить и какую-то свою потребность выражают, общаясь со своими друзьями в соцсети. И мы, как представители фирмы-производители, хотели бы знать о том, что они говорят. То ли они ругают нашу модель, наш смартфон, который они только что у нас купили. В такой ситуации нужно срочно как-то маркетинговую политику менять, какие-то бонусы предлагать, чтобы эту волну хайпа скинуть. Либо они что-то хотят найти. В таком случае это задача для инженеров, так спроектировать новую модель или какую-то новую линейку, которая бы удовлетворяла с предложением пользователей. Либо у них какой-то технический вопрос. То есть они не могут наушники к смартфону, условно говоря, подключить. В такой ситуации необходимо, чтобы волшебный человечек из службы поддержки появлялся и хоба отвечал вот так вот наушники к смартфону подключить. Но таких волшебных человечков найти невозможно, потому что, как я уже сказал, у нас десятки миллионов пользователей. Даже когда мы говорим о десятках тысяч пользователей, в реальной жизни колл-центр – это не такая же нерадостная картинка, это вот примерно такая вот картинка, когда жутко уставшие сотрудники службы поддержки, операторы колл-центра из последних сил пытаются что-то отвечать и по существу там не помогают пользователям. А если мы возьмем, заменим либо полностью, либо частично, более частично, наших живых операторов службы поддержки роботами, то получится гораздо интереснее. Искусственный оператор, диалоговый робот, он не устает, он может обслуживать огромное количество людей, он может самостоятельно искать в интернете, в соцсетях, на форумах текстовый контент, где упоминаются какие-то модели бытовой электроники и так далее, для того, чтобы определять с какой тональностью люди, что люди говорят, пишут о наших моделях Consumer Electronics, и, соответственно, генерировать какую-то осмысленную реакцию. Это круто. Но для того, чтобы сделать такого робота, такого искусственного оператора, необходимо реализовать ряд шагов. Основым, сердцем или мозгом, или сердцем, кому как ближе, такого бота является набор алгоритмов анализа текстов на естественном языке. Это прежде всего модуль понимания текста, Natural Language Understanding, модуль порождения текста, Natural Language Generation, и обвязка голосовая, если этот бот голосовой. Собственно, в своем докладе я сегодня про… Несмотря на то, что у меня в названии было про речь сказано, я на самом деле, прошу простить, про речь говорить не буду. Прошу простить за чьи-то разбитые надежды, если они были. Буду говорить про текст. Прежде всего, даже не про пророждение текста, а про понимание текста. Потому что Natural Language Understanding модуль является, на мой взгляд, ключевым в работе любой диалоговой системы. Нужно понять, предположим, что пользователь написал нам текстом на форуме, либо пользователь что-то сказал, и наша система распознавания речи уже перевела его речь в текст. И вот этот текст нужно проинтерпретировать правильно, извлечь семантику из него. Собственно, что понимается под пониманием текста? Natural Language Understanding. Это прежде всего распознавание именованных сущностей. Какая модель была упомянута, какая фирма, бренд, какие-то числовые характеристики, то есть параметры. Нужно извлечь из текста параметры. При этом сделать это не такая уж тривиальная задача. Одними словариками здесь не обойтись. Другая задача – классификация пользовательских намерений. Собственно, что конкретно хочет пользователь? В примере с Consumer Electronics пользователь может хотеть у него пользовательным намерениям либо поругаться, то есть сказать, что ваша модель смартфона отстой полный, либо у него вопрос, другой тип намерения, а вот как мне к смартфону подключить наушники, либо какой-то поисковый запрос, search query, а вот хотелось бы такой смартфон только с камерой получше. Это типичные примеры интентов. Давайте я все-таки на примерах действительно расскажу. На примерах всегда интереснее. Распознавание минувной сущности. Предположим, у нас есть некий текст, новостной текст. Мы делаем систему парсинга новостного контента. Василий Пупкин приобрел контрольный пакет акций у рога и копыта. Сделка состоялась в Москве в минувшую среду. Здесь нам нужно понять, кто упоминается в этом тексте, что есть человек, Василий Пупкин, вот мы выделяем именованную сущность класса person, Василий Пупкин. Нужно выделить упоминание какой-то организации, о которой здесь идет речь, рога и копыта. Это еще один тип именованной сущности. И, наконец, сделать состоялось где? Какая-то location, какой-то объект геолокации. Его нужно тоже выделять. И задача алгоритма распознания минувной сущности таким образом анализирует последовательности применной длины тексты и пытается какие-то подтексты, подфразы в них найти, соответствующие тому или иному типу сущностей. Это важно для того, чтобы понять, о чем конкретно говорит или пишет пользователь в своем сообщении. Классификатор интентов отвечает немножечко на другой вопрос. Не что упоминает человек, а что, собственно, он хочет, какую цель преследует своим сообщением. Здесь я привел пример, в общем-то, основанный на реальных событиях. Люди пишут разное, допустим, в колл-центр одного оператора мобильной связи. Причем разными словами. Вот, например, какие могут быть интенты? С какими намерениями пользователи могут обращаться в колл-центр оператора мобильной связи? Например, блокировка сим-карты. Они хотят заблокировать как-то. Или возврат денег, если что-то пошло не так. Или в конечном итоге это может быть связь с оператором. Интентов тут может быть 100, может быть 200, огромное количество интентов, типов интентов. Я привел таких три, которые мне вспомнились лучше всего. Но каждый интент может быть сформулирован очень разными словами. Например, могу ли я отключить на время номер? Вопрос такой. Или симку, говорю, заблокируйте. Человеку, видать, уже все достало, и он так экспрессивно выражается в чате, пишет оператору. Или, допустим, возврат денег тоже абсолютно по-разному. Один и тот же интент может быть сформулирован абсолютно-абсолютно по-разному. Нечаянно положил деньги на другой номер. Что делать? Или верните назад мои деньги. Томоподобные примеры. Опять-таки просто составить какой-то словарь, то есть лексические фичи использовать для классификации текстов по интентам, недостаточно. Потому что слова могут быть очень разнообразными, люди могут использовать синонимы, люди могут использовать слова с опечатками. Здесь не все так просто. И, наконец, есть еще одна важная часть бота, которая может применяться, может не применяться, но если она применяется, то она достаточно важна. Анализ тональности высказываний. В какой тональности человек пишет сообщение. Либо это нейтральное сообщение, либо человек, наоборот, на эмоциях пишет что-то негативное. Или, наоборот, позитивное. Позитивный отзыв о нашей модели смартфона на каком-то форуме, например. Это тоже важно знать. Одно и то же сообщение, с одной и той же семантикой может иметь разные тональности. Вот здесь пример. Стартовый текст, который я проводил в примере, про Василия Пупкина. Это нейтральная тональность. Ну, это новостной текст. Ну, приобрел он и приобрел. А другой там текст, не знаю, на форуме. Василий Пупкин негодяй, ведь это был мой пакет акций. Это экспрессивное выражение, что какого-то конкурента Василий Пупкин обошел, и его боты в соцсетях всякую фигню пишут. А здесь другой вариант, когда Василий Пупкин успешный бизнесмен, учредивший уникальный холдинг по заготовлению рогов и копыт. Это, видимо, какая-то статья, которая, наоборот, пиарит этого Васю Пупкина. И здесь явно положительная тональность. Необходимо такие вещи детектировать. Но есть нюанс. Как Вы можете заметить, первая задача Name and Entity Recognition, она относится к классификации слов в последовательности, в тексте. А вторая и треть задача относятся к классификации текстов. С одной стороны, кажется, что они похожи. Но на самом деле, нету-то было. Задача классификации текстов в виде распознавания интентов и в виде анализа тональности разная. И классификация интентов является очень важной частью современного чатбота. Когда мы говорим о чатботах, в которых встраиваем наш NLU-модуль, Natural Energy Understanding, с нером, с классификатором интентов и так далее, стоит сказать прежде всего о вот таких вот чатботах. Чатбот – это понятие достаточно абстрактное. Есть конкретные типы чатботов. FIQ-бот – это бот, который отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы. Есть goal-oriented бот – это бот, который помогает пользователю достичь цели. Если FIQ-бот просто вопрос-ответ, вопрос-ответ, то здесь goal-oriented бот может вести достаточно связанный диалог, посвященный одной теме, который помогает пользователю достичь цели. Например, заказать бургер через службу доставки или выяснить, какая там ситуация с его счетом в банке, и тому подобные штуки. Еще есть два типа ботов – вопрос-но-ответная система и болталка, так называемый чат-чат-бот. Вопрос-но-ответная система – это фактически дальнейшее развитие идеи information retrieval, информационного поиска. Когда мы ищем… У нас есть большое количество документов, и мы не генерируем ответ текстовый, а мы ищем документ, который содержит ответ на вопрос пользователя. Но в отличие от классической поисковой системы, мы еще ищем место в документе, которое содержит непосредственно ответы. Выделяем и возвращаем в качестве ответа бота место в документе, где с наибольшей релевантностью этот ответ присутствует. А чат-бот – это просто такая штука, которая может служить для развлечения, для прохождения теста тьюринга, либо же в реальных ботах тоже может использоваться, когда мы понимаем, что клиент начал беседовать с нашим, например, голо-ориентом ботом не по делу, а пытаться его просто троллить. Например, мы включаем режим чат-бота, чтобы вежливо с ним поболтать непринужденно и не допускать никаких грубостей. Самое интересное с точки зрения практики, о которой мы будем говорить, это вот эти два типа бота. FIQ-бот. Пример FIQ-бота – это, например, умная колонка Алиса. Алиса – это пример реального диалога. Я у нее спрашиваю, какая сейчас погода, она мне отвечает. Летом она отвечала мне. Не пугайтесь, сейчас минус, не плюс. Я у нее спрашиваю, сколько времени. Wi-Fi сбойнула, она говорит, извините, не могу ответить. Вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. То есть какой-то длительный контекст она поддерживать не может. Это FIQ-бот – генерация ответов на наиболее часто задаваемые вопросы. А целенаправленный чат-бот – это штука более сложная. У нас есть модуль, о котором я говорил, Natural Language Understanding. Кроме того, появляется модуль управления диалогом, который определяет, какое конкретное действие нужно совершить боту с учетом не только конкретного состояния нашего клиента, не только с учетом того, что он пишет сейчас, а с учетом того, что было в прошлые моменты диалога. Здесь может использоваться рекуррентная нейронная сеть, здесь может использоваться какой-то граф на детерминированной грамматике для того, чтобы учитывать историческую последовательность событий и вырабатывать оптимальное act-действие в зависимости от контекста диалога. Такой бот может учитывать контекст. Но и для FIQ бота, и для goal-oriented бота очень важным элементом является вот этот intent-классифайер. Для FIQ бота FIQ бот вообще состоит фактически из одного intent-классифайера. Goal-oriented бот состоит из других компонентов. Вот slot filler, там есть NER, модуль управления диалогом, но intent-классифайер тоже занимает важное место. И как построить эффективный intent-классифайер, это вопрос открытый на самом деле. Если для анализа тональности, вот я уже упоминал, что анализ тональности с классификацией intent-ов, казалось бы, две задачи классификации текстов. Но если для анализа тональности все проще, у нас существует стандартный набор типов тональности, например, три типа тональности, позитивная, негативная, нейтральная, или пять типов тональности, оценка от одного до пяти. Соответственно, для стандартных типов тональности, общепринятых, у любой задачи, эти можно три или пять типов тональности использовать, Можно сформировать стандартные датасеты и, соответственно, делать предобученные модели, которые можно потом использовать с файн-тюнингом, с минимальным файн-тюнингом или даже без файн-тюнинга для решения нашей конкретной прикрутной задачи. И при этом еще один момент. Любой текст в мире относится к одному из типов тональности. Что бы мы ни говорили, либо мы в нейтральной тональности говорим, либо в позитивной, либо в негативной. Это упрощает дело во многом. А вот распознавание пользовательских намерений тут все сложнее. Во-первых, понятие интента, понятие пользовательских намерений очень задачно, специфично. В чат-боте, который автоматизирует работу службы доставки пиццы, один набор интентов, какие-то кулинарные интенты. В банковском чат-боте другой набор интентов. Более того, банковский чат-бот для одного банка, для другого банка, для третьего банка может содержать разные наборы интента. Это один момент. Соответственно, создать большие универсальные датасеты, размеченные для обучения классификации интентов, невозможно по определению. Для каждой задачи необходимо собственный датасет формировать размеченный. А разметка – это дорогое удовольствие. И мы на большие датасеты размеченные рассчитывать не можем. Нам нужно максимум выжать из маленьких размеченных данных. И, наконец, есть еще важный момент. Большинство текстов в мире – это фоновые тексты. Если с тональностью любой текст относится к одному из классов тональности, то здесь, скорее всего, текст не относится ни к одному из интентов, а фоновый. Например, клиент решил потроллить нашего бота, пригласить его на свидание, на чашку кофе, вместо того, чтобы спросить что-то про условия кредита или про комиссию за перевод. И наш бот должен уметь отличать текст, относящийся к одному из интентов, от вообще неинтента. То есть он должен уметь говорить «нет». Он должен уметь отказываться от распознавания в ситуации, когда текст заведомо интентом не является. Что в такой ситуации делать? Одним из наиболее эффективных способов классификации объектов, наверняка вы знаете все это, является дип-леонинг. Нейронные сети, глубокие нейронные сети. Они себя прекрасно показывают для компьютерного зрения, они могут использоваться для классификации текстов неплохо. Но сложная нейросетевая модель, для ее обучения нужен большой датасет. Иначе она склонна оверфититься. Кроме того, у сложной нейросетевой модели, в отличие от какого-нибудь простого алгоритма типологистической регрессии, есть еще одна проблема. Она чересчур оптимистична. То есть если она распознает, что входной текст относится к одному из классов интентов, то она распознает с вероятностью 0, 9, 9, 9, а вероятности остальных классов 0, 0, 0, 1. То есть она оптимистична. А мы же хотим делать отказ от распознавания. То есть мы хотим понимать, что какой-то текст может являться и не интентом вообще. Как сделать такой алгоритм, который, с одной стороны, сочетал в себе мощь современных нейронных сетей, с другой стороны, мог бы извлекать знания из не самых больших размеченных датасетов и при этом умел сомневаться. Здесь нам на помощь приходит немножко магия теории вероятности, а именно Байесовский подход к теории вероятности. Когда мы делаем не простую нейронную сеть, а Байесовскую, что это значит? Вот простая нейронная сеть. Это многослойный персептрон. Все знаете картинку. Вот какой-то х есть, распределение классов у нас есть. И вот здесь скрытые слои. Веса. В скрытых слоях есть нейроны. У нейронов есть веса. Это числа. А Байесовская нейронная сеть, она отличается от обычной тем, что у нас не числа являются весами, а случайные величины. Например, нормально распределенные, которые задаются параметрами матожидания и среднегвадатичного отклонения. И вот такая нейронная сеть, она уже проявляет более интересные свойства, чем обычные. Есть теоретические разработки, которые показывают, что такая нейронная сеть менее склонна к оверфитингу, к проблеме переобучения. Напоминаю, проблема переобучения у нас стоит остро, потому что в классификации интентов мы не можем позволить себе роскошь делать большие датасеты. У нас они небольшие. Это один момент. Второй момент. Такая нейронная сеть возвращает более честное распределение вероятностей, более объективное, чем обычная глубокая нейронная сеть с частотными оценками весов. Соответственно, казалось бы, такая нейронная сеть – это то, что нам надо. Кстати, а почему она называется байсовской? Дело в том, что, как я уже сказал, мы добавляем толику теории вероятности, толику стахастичности в работу такой сети. Сеть сама по себе стахастична. У нас это случайные величины, из которых мы что-то сэмплируем. В основу работы байсовской нейронной сети, как ни трудно догадаться, по названию положена теорема байса. Все ее наверняка знают из теории вероятности. Применительно к работе модели классификации, модели нейронной сети, ее можно вот так вот записать. У нас есть некая апостерерная вероятность параметров нашей модели. Что мы думаем о весах нейронной сети, о параметрах, при условии, что мы увидели данные. Она вычисляется следующим образом. Это условная вероятность. На основе вот этой вероятности, этой вероятности, старое добро, правдоподобие модели, с которым все сталкиваются, когда логрегрессию обучают, когда там максимизация алгоритмов функции правдоподобия, когда там нейронную сеточку на кросс-энтропии обучают. Кросс-энтропия – это фактически неправдоподобие. И здесь у нас также есть оприорная вероятность весов. То есть оприорная – как выглядит распределение параметров вообще у нейронной сети. И в знаменателе, вот очень неприятный знаменатель. Это полная вероятность. В данном случае применительная к нейронным сетям и в целом калавирусом машинного обучения означает, что какая вероятность получить данные из датасета при всех возможных значениях весов. Вот это дело сложное. Вот как полную вероятность посчитать все возможные значения параметров? Да, вот никак, непонятно как. Это очень тяжело посчитать, можно какие-то приближенные методы делать. И в байесовских нейронных сетях предложили одну идею. Мы говорим приближенный метод делать. Напрямую, получается, мы вот эту штуку не посчитаем. А эта штука у нас очень полезна. В байесовской нейронной сети процесс классификации происходит так, как описано этой формулой. То есть фактически мы считаем условную вероятность того, что у нас метка класса будет при условии, что у нас наблюдается некий объект, а сама нейросеть описывается такими весами. И при этом мы усредняем все возможные нейросети, которые решают эту задачу, будучи обученными на вот этом наборе данных. То есть здесь мы отожидали по всем возможным сочетаниям значений, всем возможным комбинациям значений весов, при условии, что у нас в обучающем дата-сете были такие данные. Это эквивалентно бесконечно мерному ансамблю нейронных сетей. Наверняка все, кто занимается машинным обучением, особенно те, кто кегрят, знают, что вот ансамблирование – это круто, давайте кучу алгоритмов нафигачим, сделаем голосование этих алгоритмов, получим более устойчивый, более робастный алгоритм, более робастное решающее правило, из-за того, что мы снижаем дисперсию оценки. Это достаточно известная вещь, бэггинг, бустинг, другие способы ансамблирования. А здесь, по сути дела, такая байсовская нейронная сеть, она прям еще круче. Она не какой-то конечный, там из 10 классификаторов ансамблю, позволяет делать, там, 50. Она прям бесконечно мерный ансамбль позволяет делать. Но это говорить хорошо про бесконечно мерный ансамбль. А на практике, как его посчитать? Вот все упирается вот в эту вот штуку. Мы напрямую ее посчитать не можем, из-за крайне неприятного знаменателя. Но мы можем попробовать ее аппроксимировать. Мы, наше неизвестное, точнее, трудно считаемое, аппостерированное распределение весов при условии данных, можем пробовать аппроксимировать вот этим вот распределением Q веса при условии, что у нас есть некий параметр, еще одни параметры, тета. Собственно, разница. И мы хотим получить такое распределение Q, которое бы максимально походило на исходное распределение, которое мы аппроксимируем. А как известно, как многие из вас наверняка знают, разница между распределениями может быть описана с помощью дивергенции Кульба-Колейбера. И действительно, мы вводим формулу дивергенции Кульба-Колейбера, она вот такая вот, мотожидание по вот этому вот параметру. Окей. Это наше аппроксимационное распределение, которое мы ввели, а вот это вот наше аппостерированное распределение весов при условии данных, которое мы знаем, как преобразовать, если мы используемся формулой Байеса. Я ее уже вам показывал. Вместо этой штуки подставляем формулу Байеса. Хоба. Получилась вот такая штука. Вот это вот осталось. Формула Байеса знаменатель ушел в числитель, потому что мы делим. И в итоге мы можем вывести, переписать это логарифм произведения в виде такой вот штуки. И обратите внимание, что мы сделали. Здесь у нас очень крутую вещь мы сделали. Нам нужно найти такие тета, которые бы минимизировали вот эту дивергенцию Кульба-Колейбера. То есть минимизировали расстояние между нашим исходным распределением, которое мы уже по формуле Байеса записали, и нашим аппроксимационным распределением, которое мы придумали. Условное распределение при условии, что у нас тета-параметры есть. То есть такие тета нужно подобрать, которые минимизируют эту штуку. И самая прелесть в том, что мы избавились здесь от полной вероятности. Помните, я в самом начале говорил, что полной вероятности понятно, как считать. А здесь получается, полная вероятность никак от тета не зависит. Соответственно, когда мы этот функционал пытаемся минимизировать, мы можем вот этой штукой пренебречь и получить вот такую вот формулу. И здесь мы уже можем вздохнуть с некоторым облегчением. Такая формула считается. Ее можно найти тета, которые минимизируют эту штуку. Собственно, вот расписываем. Получили вот такую вещь. Вот это. Внимательный слушатель может заметить, что это фактически кросс-энтропия, как в обычной нейронной сети. А вот эта вот часть логарифм нашего Q, нашего аппаратизмационного распределения, минус логарифм априорной вероятности весов. Это еще одна дивергенция Кульба-Калельбера, разница между одним распределением и другим. И мы про это распределение можем, мы его знаем. Это распределение весов при условии наших параметров тета тоже можно посчитать. И в итоге у нас получается функционал, новая loss-функция для нейронной сети. Для обычной нейронной сети частотной, где у нас веса являются числами, только вот эту часть мы бы использовали. А для байсовской нейронной сети вот эта вот такая составляя loss-функция получается. Поскольку мы получили байсовскую нейронную сеть, получили рассчитываемую loss-функцию, мы хотим действительно эту сеть обучить, минимизируя loss-функцию. Как мы обучаем нейронную сеть? Это вопрос элементарный. Мы используем обратное распространение ошибки для обучения многословий нейронной сети. Это всем понятно. А как мы будем обучать Байесовскую нейронную сеть? Здесь, смотрите, у нас Q, опять-таки, есть нюанс. Q – это случайная величина. Мы сэмплируем в процессе инференса и в процессе обратного распространения, мы сэмплируем из Q с заданным отожиданием, с заданной дисперсией из нормального распределения. Соответственно, когда мы пытаемся обратно градиент распространить, чтобы градиенты протекли от конца к началу нейросети, как мы будем дифференцировать вот эту штуку? Непонятно. И здесь мы можем сделать очень хитрый, но при этом простой трюк. Называемый reparametrization trick. Это называется трюк при параметризации. Мы считаем, что вот эта случайная величина на самом деле – это какой-то компонент нейронной сети, которая возвращает вектор матожиданий детерминированный, вектор дисперсии детерминированный. А дальше у нас где-то рядом есть генератор нормального шума, который генерирует нормальный шум всегда с нулевым матожиданием и с единичной дисперсией. И дальше мы, собственно, этот шум на наши вектора детерминированные матожидания и дисперсии, собственно, накладываем этот шум. То есть умножаем полученные величины на дисперсии, складываем с мотожиданиями и дальше пропускаем сигнал вперед. Соответственно, когда мы ошибку назад пропускаем, у нас вот этот генератор лученного шума, он константный, мы по нему дифференцируем, не дифференцируем, получится ноль, соответственно, он не участвует в формуле обратного распространения ошибки, мы можем спокойно градиенты от конца к началу пропустить и получить обучение, нормальное обучение старым добрым обратным бэкпропом для такой вот нейронной сети. И, собственно, такой метод, он был впервые опубликован, по-моему, в 16-м году или в 15-м, точно не помню, Waits and Certainty in Neural Networks, по-моему, так, кстати, он называется. И он получил название «обратное байс распространения», то есть намек на то, что мы используем обратное распространение ошибки с некоторой модификацией для байсовских нейронных сетей. Получаем этот репериментарийный трик, тета у нас, нормальное распределение, и байс бэкпроп. А, вот, вот эта статья, точно. Вы можете ее почитать на досуге, если интересно. Так работает байсовская нейронная сеть и обратное байс распространения. И вы можете взять эту нейронную сеть, реализовать и попробовать применить для своих задач. Кажется сложным. Кажется, что вот это все запрограммировать, прям нужно быть офигенным математиком, собаку съесть и не одну на теории вероятности и тому подобной штуки. На самом деле нет. На самом деле у нас есть такой замечательный фреймворк, как TensorFlow для нейронных сетей, и для него есть такой замечательный пакет, как TensorFlow Probability, который как раз позволяет реализовать всю байсовскую магию применительно к обучению глубоких нейронных сетей достаточно легко. Вот то, что я сейчас вам рассказывал на куче слайдов с математикой, и то огромное количество вещей я просто пропустил, потому что у нас времени не хватит, реализуется буквально несколькими строчками кода на TensorFlow Probability. Мы берем классическую модель. Это я использовал TensorFlow 1.4.0, а как вы знаете, в этот TensorFlow Keras уже встроен. Создаю модель нейронистик Keras и добавляю туда слои, только не простые, а из TensorFlow Probability, модуль Layers есть, я байсовские слои добавляю со стахастическими нейронами. Видите, Convolutional 1D Flipout, Dance Flipout, это вот байсовские слои такие. А здесь обычный Keras и получаю не простую нейронную сеть, а стахастическую, байсовскую, которую потом можно обучать. Как ее обучать? Значит, мы берем выходы нейронной сети, и еще в TFP, в TensorFlow Probability, там есть куча всего. Есть раздел Layers, где вот эти стахастические байсовские слои. Есть раздел, связанный с методами Монте-Карло, есть раздел, связанный с обучаемыми распределениями различными, distributions. И мы можем это использовать для того, чтобы не программировать с нуля все эти формулы, а просто взять их, собрать, как из кирпичиков собираем дом, собираем из этих компонентов нашу нейронную сеточку. Вот у нас распределение категориальное для многоклассовой классификации. Логарифм функции правдоподобия, то, что я вам говорил в той формуле. И вот, собственно, дивергенция Кульбека-Лейбера. Мы, собственно, ничего не пишем, оно все реализовано внутри этой нервной сети благодаря дальним слоям. И получается у нас функция, это дивергенция Кульбека-Лейбера минус логарифм функции правдоподобия. Собственно, вот если вы вспомните ту формулу, которую мы минимизируем, вот эта вот часть дивергенции Кульбека-Лейбера между аппроксимационным распределением и нашим априорным распределением весов, вот это вот, и наше правдоподобие, вот оно. Собственно, вот так вот, получается, работает на TensorFlow Probability такая вот байсовская сеть с байсовской магией. На самом деле, если вы являетесь не любителями TensorFlow, любителями, например, PyTorch, для PyTorch тоже есть пакеты, которые реализуют байсовскую магию в нейронных сетях, это Pyro пакет, там есть еще другие пакеты. Лично я люблю TensorFlow Keras, поэтому примеры я делаю такие. Более того, если вы решили сделать чат-бот с хорошим классификатором интентов, который может сомневаться, может делать отказ на распознавание и обучаться на не очень больших датасетах, вам даже не обязательно прописывать собственную нейронную сеточку и использовать TensorFlow Probability. Я это сделал за вас. Я сделал специальный пакет, беспристрастный классификатор интентов. То есть классификатор интентов, который умеет сомневаться и умеет отказываться от распознавания, когда на вход прилетает какой-то неинтент. Он организован следующим образом. Во-первых, я в качестве фич для текста использую то, что нам возвращает BERT. Про BERT вы уже тут неоднократно слышали. Аня рассказывала. Это такая большая нейронная сеть, которая обучена на большом объеме неразмеченных текстов. Она умеет выделять признаки текста в целом, sentence embedding, и умеет выделять признаки отдельных токенов, то есть token embedding. Скажем так, это не совсем токен, это sub-токен, и мы дальше к этому BERT, который работает как фич-экстрактор. Добавляем нейробайесовскую голову в виде сверточной нейронной сети однослойной с разными размерами ядер свертки от 1 до 5. Тем самым мы моделируем выделение униграмм, биграмм, триграмм, вплоть до нграмм, где н равно 5. И также используем sentence embedding. У нас потом Average Overtime Pooling идет, потом у нас объединение конкуренации и несколько полносвязных слоев. Такая вот, и все это не обычные слои, а байесовские. И вся эта штука работает. А вопрос в том, я вам все рассказываю, говорю, что байесовская сеть это круто, вот я для вас там сделал такую штуку, а вы можете сказать, да, это все ерунда на самом деле. Кто доказал, что оно работает хорошо? Может старый, добрый, обычная нейронная сеть, там, Берт, и поверх него голова обычная полносвязная лучше будет работать? Давайте проверим. Искусственный интеллект, наука во многом экспериментальная. Наши гипотезы нуждаются в том числе в экспериментальном доказательстве. Собственно, что я сделал для того, чтобы проверить? Я, как я уже сказал, проблема с классификацией интента в том, что понятие интента для каждого, для каждой задачи свое. Но все-таки, тем не менее, есть открытые корпуса, размеченные для интентов. Один из этих корпусов был создан в рамках соревнования с ним за 2017. Это соревнование вот этих всяких умных колонок. И там было выделено 7 типов интентов, характерных для общения человека с умной колонкой. Добавить в плейлист, узнать погоду, поставить музыку, еще что-то там. 7 интентов. Датасет был не очень большой. Примерно чуть меньше 2000 текстов в обучающем. Множко для каждого из интентов. 300 для валидации, по 300. И, соответственно, по 100 для финального тестирования. Это разбиение авторами датасета было предложено, и я решил его использовать. Но я же хочу проверить не просто, насколько нейронная сеть может отнести текст к одному из интентов. Я же еще хочу проверить, что она может отказываться от распознавания. Говорите нет. И как это проверить? Я взял дополнительные корпуса, тексты из которых заведомо не являются ни одним из этих интентов. Это Reuters корпус, это новостные тексты, там примерно 1000 документов, разбитых на 30 тысяч предложений. И Brown корпус, еще один известный корпус компьютерной лингвистики, там тексты разных источников, там новостные тексты, книги, там какая-то религиозная тематика, там и так далее. И все документы разделены на 45 тысяч приблизительно предложений, 46 тысяч. И я использовал один из этих корпусов для обучения, не интентом, а другой корпус для тестирования. При этом, как показать, доказать всем скептикам, что Байсовская нейронная сеть действительно круто? Нужно провести серию из трех экспериментов. Во-первых, мы берем обычную нейронную сеть, мы же хотели сделать отказ от распознавания по порогу вероятности, и мы предполагаем, что Байсовская нейронная сеть более честная, а обычная нейронная сеть чересчур оптимистичная. Но может быть это не так, мы просто предполагаем это, на самом деле все по-другому. Давайте попробуем обычную нейронную сеть, вот эту нейронную сеть, только здесь не Байсовские нейроны, а обычные, обучить на этом же датасете и промоделировать отказ от распознавания неинтентов по порогу вероятности. Потом сравним эту же сеть с такой же Байсовской нейронной сетью, то есть будет Байсовская нейронная сеть со стахастическими нейронами, со всей этой магией, а отказываться от распознавания тоже будет по порогу вероятности. И, наконец, может быть, отказ по порогу вероятности неэффективен? Может быть, все неинтенты можно просто моделировать как N плюс первый класс, обучая обычную нейронную сеть? Третий эксперимент – это обычная нейронная сеть с неинтентами, как дополнительным классом, который в трейдсет ведет. И давайте посмотрим, что же получилось. Итак, первый эксперимент. Сначала мы обучили обычную нейронную сеть, вот синенькая, и байесовскую нейронную сеть, красненькая. И давайте мы сначала проверим без всяких неинтентов в целом, насколько задача мальтиклассовой классификации на N-классах решается обычной нейронной сетью байесовской. И здесь у меня разные конфигурации нейронных сетей. Совсем простая, один сверточный слой, где у нас 250 фича мап. Каждая фича мапа имеет свое размер ядра свертки, от 1 до 5, как я говорил. Другой вариант – это сверточный слой с макспуллингом, а потом еще один скрытый слой из 500 нейронов. И так все сложнее, сложнее, сложнее. Как вы видите, в целом байесовская нейронная сеть и обычная нейронная сеть примерно одинаково распознает интенты. Причем очень хорошо. f1 с макроусреднением почти единица. Там 0,97, 0,98. Это так вот. Вроде бы байесовская сеть и нейронная сеть ничем не выигрывает. А давайте теперь добавим отказ от распознавания. Посмотрим, что получится. А тут картина уже совершенно другая, как вы видите. Здесь видно, что чем более сложная нейронная сеть, тем более оптимистично она становится, тем более она обучается именно на эти интенты. Соответственно, возвращает более контрастное распределение вероятности. А байесовская нейронная сеть ведет себя как ничуть не бывало. Хотя она все усложняется, усложняется, то устраняется. Получается, что байесовская нейронная сеть явно устойчиво работает в ситуации, когда у нас приходят тексты не только интенты, но и неинтенты, и нужно отказываться от распознавания по порогу вероятности. Но вроде бы профит. Мы показали, что байесовская нейронная сеть круче. Но нет, давайте все-таки посмотрим, а как будет себя вести обычная нейронная сеть, когда мы добавили неинтенты, как, например, из первого класса. Может быть, этого достаточно сделать? Давайте посмотрим. Ой, тут картина еще более печальная. Байесовская нейронная сеть ведет себя стабильно, а обычно нейронная сеть начинает жутко переобучаться в ситуации, когда у нас датасет не забалансированный, а он действительно не забалансированный. У нас, как вы заметили по структуре датасета, у нас небольшой размечен датасет и огромное количество неинтентов. Я специально не стал применять никакие меры по искусственному балансу, с взвешиванием примеров, чтобы посмотреть на поведение нейронной сети в чистом виде, без всяких хитростей. И мы видим, что обычная нейронная сеть сильно переобучается. Ее аккьюресси по-прежнему высокая, но эта аккьюресси высокая за счет того, что она все говорит неинтент, по сути дела. Все неинтент. А F1 мера, получается, у нее низкая. И мы можем сделать вывод, что действительно, в ситуации, когда у нас ограниченный датасет, фиксирован набор интентов, а неинтенты могут быть совершенно разножанровыми, я специально в примерах дополнительных корпусов привел разножанного конкурса. Reuters – это чисто новостной корпус, а Brown корпус – там тексты разные. Художественной литературы, фантастики, религиозная литература, новостные тоже есть. И в такой ситуации наиболее эффективным является отказ от распознания по порогу вероятности, а наиболее честное распределение вероятности возвращает нам наша байсовская нейронная сеть поверх мощного фичи экстрактора типа Берта. Более подробно про эти вещи вы можете почитать вот здесь, например, если вам прям хочется погрузиться в байсовские методы машинного обучения так прям конкретно, по хардкору. Вот статья базовая, с которой, собственно, начались байсовские нейронные сети. Вот модификация с помощью алгоритма Flipout, которую я применял, которую реализовали в TensorFlow Probability, которую применял я в своих экспериментах. Если вы хотите начать с чего-то попроще, более популярное, то вот на Хабре есть цикл с двух статей про нейронные байсовские нейронные сети, написанную забавным, веселым языком. Вот есть еще статья, вот я вам, я здесь пример про TensorFlow приводил, для любителей PayTorcha, вот пример того, как с помощью модуля Pira можно на PayTorcha реализовать такую сеть, которая умеет сомневаться, умеет говорить, не знаю, нет. И, наконец, еще очень сильно рекомендую, у нас в России уже третий год подряд, а в следующем году будет четвертый, проводится такая школа-семинар, летняя школа-семинар в августе, DeepBias. Ее проводит группа Дмитрия Ветрова, наверное, это одни из самых крутых исследователей в России в этой сфере, в области нейробайсовских методов, байсовских методов глубокого обучения. И, собственно, в следующем году она тоже будет, дедлайн заявок там в мае, сама школа в августе дедлайн заявок в мае. Если вас заинтересовало это направление, если вы хотите такие же прикольные нейронные сети, или даже более прикольные, чем у меня делать, то советую попробовать записаться на DeepBias и съездить туда. Надеюсь, что вам было не сильно скучно, что вы какую-то пользу моего доклада извлекли. И я хочу поблагодарить вас за терпение и за внимание. Спасибо. Рад буду ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.